Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копленд. Давайте помолимся и приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, и мы благословляем Тебя. Мы приходим к Твоему Слову с открытым сердцем и с открытым разумом, чтобы получить откровение с небес. И мы благодарим Тебя за него, во имя Иисуса. Аминь. На сегодняшней передаче я хочу, чтобы мы кое-что увидели. Знаете, очень часто вы можете сказать, чем что-то является или как оно работает, зная, чем оно не является. И у одного человека спросили, что такое помазание? Он ответил, «Не знаю, но я знаю, когда это не помазание». Он понимал, когда кто-то был помазан, а когда не был. Он не знал, как объяснить это словами. И это та сфера, о которой мы хотели бы сегодня поговорить в том, что касается веры и страха. Давайте обратимся к 14 главе Евангелия от Матфея. И начнем читать с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине». Здесь говорится об Иисусе. «И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» «И от страха вскричали». Итак, страх посреди сверхъестественной ситуации. И посмотрите. Они закричали от страха. Вы никогда не задавались вопросом, почему они не закричали в вере? Они закричали в страхе. И мы должны здесь кое-что отметить. Это, конечно, не является здесь основным моментом, но мы должны проследить это, поскольку это работает и в том, и в другом случае. Это работает как в случае веры, так и в случае страха. Чудеса, сверхъестественные проявления Бога не изгоняют страх. И веру они тоже не приносят. И я хочу, чтобы вы об этом помнили. Это очень важное откровение из Слова Божьего, поскольку уже сверхъестественнее и не бывает. Вы смотрите и видите Иисуса, идущего по воде. Но это не остановило страх. И вам нужно понять следующее. Они уже боялись. Они попали в шторм. Это не очень хорошо. Ночь. И они находятся на середине моря. Не все из них были рыбаками. Но среди них было, по крайней мере, три рыбака. И Матфей, который и написал это Евангелие, «И знаете, мне было интересно. Я начал думать. Этот человек был сборщиком налогов. В те времена это, наверное, была самая ленивая работа в городе. Все, что ему нужно было делать, это просто сидеть, вести свой учет и класть деньги в свою маленькую коробочку. Он никогда не был ночью в грозу посреди этого моря. О чем вы говорите? «Эй, я бизнесмен. Что я здесь делаю?» Он посреди ночи попадает в этот шторм. Аминь. Я просто хотел, чтобы вы представили, каково это. Мне было интересно представлять себе этого человека посреди моря, который сидел там и думал, «Эти парни втянули меня в это». Аминь. Конечно, я знаю, вы никогда себя так не вели. Вы всегда сохраняли полное спокойствие. Да. Да. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь. Это я. Не бойтесь». Мне это так интересно. Я просто могу себе представить Матфея, сидящим в той лодке и думающим, «Да, ободритесь. Я сижу тут по пояс в воде, а ты говоришь мне ободриться? Посмотри на себя, ты идешь по воде, а я не могу ходить по воде». Страх именно так и заставляет вас думать. «Не бойтесь». Заметьте, он не сказал, «Имейте много веры». Он сказал, «Не бойтесь. Разберитесь сейчас со страхом». Помните, мы много раз это читали, что Иисус сказал Иаиру в тот момент, когда ему сообщили, что его дочь уже умерла. Он сказал, «Не бойся, только веруй». Ухватитесь за это. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Слава Богу. «Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился? Или почему ты засомневался?» Заметьте, он сделал в точности то, что Иисус сказал ему сделать. И вот здесь ключевой фактор. Иисус сказал, «Не бойтесь». Он сказал, «Ободритесь». Мы говорим об Иисусе из Назарета, «Сыне живого Бога, стоящем там на поверхности воды». И нам нужно понять еще одну вещь. Я хочу, чтобы вы поняли сейчас это. Он шел по Слову Божьему. Он шел по вере. Он не шел по воде. Он находился на поверхности той воды. И казалось, что он идет по той воде. Но он шел по вере. Разве вы не осознаете, что вода вас не удержит? Что ж, его бы она тоже не удержала. Но он дал каждому из них власть над ветром и морем. Иисус сказал им, что именно им делать. Он сказал, «Ободритесь». Другими словами, «Высвободите радость». Радость Господа является вашей силой. «Высвободите радость». У него не было бы никакого права так говорить, мой брат, если бы они не могли этого сделать. Он был бы несправедлив. С его стороны было бы абсолютно нечестно говорить им сделать то, чего они не могли сделать. Прямо перед ними у них было доказательство. Они смотрели на него. Они могли его видеть. Прямо перед ними у них было доказательство. У них было сверхъестественное доказательство. Но посмотрите, почему это ничего не изменило? Давайте еще раз вернемся к этому месту. 22 стих. «Иисус понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Если бы они ухватились за это, если бы они сказали, «Эй, смотрите, это говорит нам Мессия, это говорит нам Сын Божий, это говорит нам человек, который только что накормил тысячи, тысячи и тысячи людей». Он сказал нам сесть в эту лодку и переправиться на другую сторону, так что поплыли. Ухватись они за это. Вы не совсем это понимаете. Послушайте меня сейчас. Послушайте. «Ухватись они за то, что он сказал». И вы помните, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера не приходит от того, что вы видите чудо. Если бы вера приходила от того, что вы видите чудо, то они бы все просто выпрыгнули из лодки и пошли по воде. Пусть лодка тонет, а мы по воде дойдем до другого берега. Но этого не произошло. Они уже были в страхе. Они уже забыли, что он им сказал. Они уже отошли от Слова Божьего. Они уже оказались в ситуации страха, вдвижимой страхом, наполненной страхом ситуации. И Иисус дал им формулу. Он сказал, «Будьте наполнены радостью и не бойтесь». Не бойтесь. Он не просто говорил им там, «О, ободритесь». «Напишите это как-нибудь на своей рождественской открытке». Нет, он требовал. Они вот-вот могли утонуть в этой лодке. И он выдвигал духовные требования. Он давал им команды. Если бы они их послушались, результатом была бы вера. Петр спросил, «Господь, это ты? Если да, то повели мне прийти». Что же Иисусу оставалось делать? Сказать, «Нет, не я». У Иисуса не было выбора. Ему пришлось сказать, «Иди». Поэтому Петр просто выскочил из лодки. Он выскочил из нее. И обратите внимание на сам процесс. «Иисус, но, видя сильный ветер, испугался». Давайте вспомним кое-что из того, что мы в прошлом уже узнали о страхе. страх – это вера. Страх – это вера, работающая на стороне смерти. Страх – это уверенность в законах смерти. Страх – это вера в способность смерти украсть, убить и погубить. Мы были рождены в мире, основанном на страхе. В обществе, основанном на страхе, где все основано на страхе. Я имею в виду, что там, где мы были рождены, и где мы живем, равно как и те люди, все основано на страхе. Они всю свою жизнь боялись, что на этом море поднимется этот ветер и потопит эту лодку, так что они уже не смогут добраться до берега. Они всю свою жизнь боролись с этим, пытаясь оставаться в безопасности. Но здесь Иисус раскрыл духовные законы, которые вытесняют эти естественные законы. И этим самым он вверил свою жизнь в руки своего отца. Он вверил свою жизнь в руки Слова Божьего. Он поверил Богу на Слово, и Слово Божье постоянно хранило его в безопасности в этом, основанном на страхе мире вокруг него. Итак, Петр посмотрел, он увидел, и он поверил. Он увидел ветер, он увидел волны и испугался. Когда они вернулись в лодку, Иисус сказал, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Мы должны понять, что всякое сомнение, любая капля сомнения, любого рода сомнения, основана на страхе. Сомнение никогда не основано на вере. Оно основано на страхе. Я в это не верю. Я сомневаюсь в этом, поскольку я верю в другое. Неверие или сомнение – это не отсутствие веры. Такого не бывает. Вы не можете вообще ни во что не верить. Это просто невозможно. Внутри вас есть то, что всегда верит. И оно верит, либо основываясь на вере, либо основываясь на страхе. Если верх одерживает сторона страха, то вы будете верить, основываясь на страхе. Страх – это вера. Как я уже сказал, страх – это уверенность в смерти. И вам нужно осознать. Например, как я уже не раз говорил, страх или боязнь опасного животного – это вера в способность этого животного причинить вам вред. Бояться рака – значит верить в способность рака убить вас. Значит верить в тот факт, что в этом мире он неизлечим. И вы можете видеть, что страх – это вера. Страх или боязнь смерти. Страх смерти вызван угрозой смерти. И вера в смерть... Позвольте мне вам кое-что здесь прочитать. Давайте откроем пятую главу послания к римлянам, где мы можем четко это видеть. Давайте посмотрим пятнадцатый стих. Извините, семнадцатый стих пятой главы послания к римлянам. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала или смерть имела полную власть, если преступлением одного, грехом Адама, смерть царствовала, посмотрите на это, то тем более приемлющие или принимающие обилие благодати божественного Божьего благоволения и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Тем более, тем более. Большинство христиан никогда не ухватывалось за это «тем более». Проблема была в следующем. То, что сатана совершил в Адаме, в Эдемском саду, грех и смерть, и в подметке не годится тому, что Бог совершил на кресте в Иисусе. Иисус доказал, что последнее слово было не за смертью. Он победил смерть. В втором послании к Тимофею 1.10 говорится, что Он разрушил смерть. Он забрал у нее ее власть и силу. Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Слава Богу. «Но если не развивать веру в жизнь...» Восьмая глава послания к римлянам. «Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Исайя 54.14 «Ты утвердишься правдою» или «в праведности». Понимаете, вы должны утвердиться в этих вещах, поскольку вы вышли из основанного на страхе мира, в котором вы родились, выросли и были научены тому, как думать и говорить. Как только вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни, Он перевел вас из того Царства в Царство Божье. И теперь вы живете в Царстве, которым правит не страх, а вера. Но вы должны перестроить свое мышление, обновить свой разум. Вы должны изменить слова ваших уст, то, как вы говорите. Вы должны научиться тому, как жить в любви, а не в страхе перед ней, здесь, на этой стороне. Когда вы вышли оттуда и начали развивать веру в любовь Божью, в праведность Божью, в веру, надежду, любовь, эти пребывающие силы, Он сказал, «Ты утвердишься правдою или в праведности. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе. Они угнетение, страх и ужас будут вооружаться, но не от Меня, говорит Господь. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это из наследия рабов Господа, оправдание их или праведность их от Меня, говорит Господь. Но теперь вам нужно проводить время и начинать жить по Слову Божьему, окунуться в Слово Божье и целенаправленно Ему верить. Верьте, что Бог любит вас. Верьте, что Его любовь пребывает сейчас в вас. Верьте, что Бог есть любовь. И когда вы в это верите, в вас начинает подниматься волна этой любви. И Библия говорит, что в любви нет страха. И совершенная любовь, возрастающая, развивающая любовь, вымывает страх, слава Богу, потому что в страхе есть мучение. Первое послание Иоанна 4,18. И когда поднимается эта волна, слава Богу, то в какой-то момент у смерти не остается для вас никакого жала. Смерть больше не представляет для вас никакой угрозы, слава Богу. Поскольку я знаю, что мой отец любит меня, слава Богу, и его слово, и его жизнь, и его кровь, и его имя, и все остальное развивается во мне настолько, что я больше не боюсь вот этого внешнего мира. Аминь. Это все меняет, когда вы верой соединены с Богом, а не страхом соединены со смертью. Петр в какой-то мере подтвердил это, выйдя из лодки. И до тех пор, пока его взор был устремлен на Иисуса, он ходил в той же самой духовной оболочке, в которой находился там и Иисус. И ветер не имел к этому никакого отношения. Вода не имела к этому никакого отношения. Но вера и имела к этому непосредственное отношение. И, войдя в лодку, Иисус сказал им, «Мало веры». И я делал это годами. Я пытался победить страх, умножая свою веру, но так оно не работает. Страх побеждается любовью Божьей. Когда вы верой упражняете и проявляете любовь, это заставляет страх отступать или вымывает его, изгоняет его. И тогда не требуется много веры. Иисус или кто-либо другой никогда в Библии не говорил о вере как о глыбе, как о горе, как о чем-то огромном. Он говорил о ней как о горчичном зерне. И горчичное зерно не только является маленьким, но его невозможно с чем-либо соединить. Его невозможно смешать с другими семенами. Оно этого не примет. Оно просто умирает. Оно этого не примет. И Иисус сказал Иаиру, «Не бойся, только веруй». Не пытайся смешать страх со своей верой. Когда Иаир сказал те слова в отношении своей дочери, Иисус сказал, «Не бойся, только веруй, и она будет жить». В этом не было никакого сомнения. Если вы разбираетесь со страхом и удаляете его, не впускаете его, тогда вера работает. Аминь. А теперь давайте обратимся к книге Деяния. У нас осталось буквально несколько минут. И я еще раз хочу вам показать две вещи. Первая, здесь, в третьей главе книги Деяния. Помните, когда храмо, сидевший у двери храма, встал и, восклицая, вошел в храм. Все, видевшие это, исполнились ужаса и изумления. Это было великое чудо. Но все, что оно породило, это ужас и изумление. Аминь. Но затем Петр встал и начал проповедовать. И в четвертой главе говорится, «Многие же из слушавших слова уверовали». Но не все. Многие уверовали, но не все. Некоторые из них выбрали не верить даже после того, как они услышали слово Божье. Они не растворили, не смешали с верой то, что услышали. И это не принесло им никакой пользы. Но многие из них поверили. Я хотел отметить следующее. Чудо не породило веру, а слово Божье породило. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. Слава Богу. Аллилуйя. Чудеса не избавят от страха, но слово Божье избавит. Аллилуйя. Аминь. Слава. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы просто благодарим и прославляем тебя сегодня за Твое слово. Мы принимаем благословение Господа. Мы принимаем Твою благодать, Твою милость, Твою благость, Твою доброту. И, Отец, мы принимаем Твои наставления. Мы принимаем Твои исправления. Мы принимаем с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте откроем сегодня наши Библии на Евангелие от Матфея. И посмотрим 12 главу. Иисус учит здесь. И в 35 стихе Он говорит, «Добрый человек из доброго сокровища сокровища или вклада». По сути, вот это слово сокровище было переведено как слово, буквально означающее «вклад», то, что вы вкладываете. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». И в действительности, если задуматься над этим, то он говорит о сении семени и о законах, которые заставляют это семя прорастать. Вы не можете посеять одного рода семя и получить всходы другого рода. Здесь, где мы живем, на этой планете, на этой земле, где бы вы ни были и кем бы вы ни были, даже если вы живете на вершине этого мира, на дне этого мира или летаете где-то посередине его, это не имеет никакого значения. Где бы вы в этом мире ни находились, это просто безумие думать, что вы можете посеять одно, а пожать другое, поскольку такого не бывает. Это невозможно. Вы пожинаете то, что вы сеете. Вы сеете семя, и вы пожнете результаты этого семени, поскольку это было порождено этим семенем, вы знаете это. Поэтому злой человек из злого сокровища выносит злое. Итак, здесь Иисус говорит, что семя это все, поскольку в действительности тут уже не важно, кто этот человек. Семя это все. И кто такой добрый человек? Ну, брат Копланд это человек, который не бьет свою жену, который не пинает ногой кота, и который не плюет на пол. Боже мой, к сожалению, зачастую именно так люди и думают. Но Иисус говорит здесь не об этом. Давайте проясним это, потому что Он говорит здесь о духовных законах. Добрым человеком в глазах Бога является человек веры. Вы можете быть нечестивым, злым человеком, и потом стать праведным человеком, поскольку это не основывается на вашем естественном физическом поведении. Это основывается на решении верить Богу. Это называется праведностью веры и злом неверия. И вчера мы затронули немного неверия. Позвольте мне снова и укоснуться, потому что это очень важная информация, и она действительно идет в разрез с основным религиозным образом мышления. И это хорошо. Это библейский образ мышления. Праведность, которая от веры или веры Богу. Проявлять веру значит принимать решение верить тому, что Бог уже об этом сказал. проявлять неверие значит верить чему-то отличному от того, что на этот счет сказал Бог. В английском языке слово злой, нечестивый происходит от слова искажать, скручивать. В английском языке его однокоренным словом является слово фитиль. И, например, фитиль в лампе делается так. Вы скручиваете нитки и делаете из них горючий фитилек. Плетеная мебель это мебель, для изготовления которой ту лозу, из которой она сделана, пришлось скрутить и согнуть. В английском языке это происходит от слова искажать, скручивать. искаженная мысль это мысль противоположная тому, что сказал знающий Бог. И Бог принимает как праведность того, кто будет верить и поступать на основании того, что Он сказал. Давайте скажем так. Добрый человек или человек веры. А проявлять веру значит верить тому, что Бог уже об этом сказал. проявлять сомнение или неверие значит верить тому, что сказал кто-то другой и что противоположно сказанному Богом. И давайте задумаемся здесь вот еще над чем. Неверие это не отсутствие веры. Проявлять неверие значит верить. Проявлять веру значит верить. Бояться значит верить. Проявлять неверие значит верить чему-то другому. Например, проявлять библейское неверие значит верить чему-то другому, а не Библии. Это не отсутствие веры, поскольку вы не можете не верить. Вы не можете ни во что не верить. Кто-то может сказать, сейчас я буду ни во что не верить. Нет. Вы поверили, что вы будете ни во что не верить. Вы не можете не верить. Поскольку вы функционируете всецело, постоянно вокруг того, во что вы верите в отношении всего, что контактирует с вашим сознанием. Так уж вы были сотворены Богом. Итак, добрый человек, человек веры, из доброго сокровища, из сокровища веры, слово Божье. Его, которую Он как семя вложил в свое сердце, выносит доброе. Поэтому вы говорите о том, что еще не вышло. Внутри вас сейчас находится все ваше будущее. Злой человек, или человек, который вкладывает в свое сердце страх и наполненную страхом информацию, из злого вклада выносит злое. И я хотел, чтобы мы действительно поняли сегодня тот факт, что страх и вера, сомнение и вера словам Бога, ненависть и любовь, радость и грусть, смятение, все это работает абсолютно одинаково. Если вы знаете, как беспокоиться, тогда вы знаете, как размышлять над Словом Божьим. Если вы знаете, как бояться, тогда вы уже знаете, как иметь веру. Вы просто пока еще этого не осознаете. Ведь вы не можете действовать как-то по-другому и быть человеком. Все, что вы делаете, это концентрируетесь на другой информации. Если вы размышляете над Словом Божьим день и ночь, вы будете понимать и видеть, как исполнять то, что в нем написано. А когда вы исполняете Слово Божье, то Иисус сказал, что вы будете идти ко свету, и будет явно, что ваши дела соделаны Богом. Аллилуйя. Так уж все устроено. Поэтому страх движется в одном направлении, вера движется в прямо противоположном направлении. Но и страх, и вера работают по одним и тем же законам и правилам. Задумайтесь об этом. Мы точно знаем, как работает вера. Послание к римлянам 10.17. Вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Иисус сказал, «Если кто имеет уши слышать, да слышит. Крича моим, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, да не отходят они от уст твоих». Они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Поэтому вы принимаете решение слышать Слово Божье. Вы слышите, как оно проповедуется под помазанием. Вы сами его себе проповедуете, читая Слово Божье. И приходит вера. Приходит вера. Вера работает. Божьи вещи работают. Вы держите эти слова у себя перед глазами. Вы слушаете кассеты, на которых мужи и жены Божьи проповедуют о вере, проповедуют об исцелении, об освобождении, проповедуют Слово Божье. И вы держите свою Библию у себя перед глазами. И вера будет продолжать подниматься в вас. И скажу вам, в конечном итоге, она достигнет такого уровня, когда слова веры будут просто выходить из ваших уст, и вы даже не будете об этом задумываться. И когда это происходит, мы с вами знаем. Мы называем несуществующие, как существующие. Аминь. Давайте обратимся к четвертой главе послания к римлянам и увидим это. И мы будем использовать это в качестве иллюстрации того, о чем мы говорим. Четвертая глава послания к римлянам, 17 стих. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом». У меня в Библии здесь в носке написано «подобно Богу». Поэтому давайте прочитаем это так. «Я поставил тебя отцом многих народов, подобно Богу, которому он поверил». Имеется в виду Авраам. «Подобно Богу, которому Авраам поверил». Животворящим или оживляющим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Именно так вера и работает. Иисус сказал, «Имейте веру Божью». Это вера Бога. Это то, как это делает Бог. Помните, Бог есть любовь. Поэтому, чтобы быть подобными Богу, вам нужно говорить то, что говорит Бог. Вам нужно думать так, как думает Бог. Вам нужно поступать, как поступает Бог. И Он есть любовь. Поэтому вам нужно говорить так, как говорит любовь. Думать так, как думает любовь. И поступать так, как поступает любовь. И этим самым вы высвобождаете веру. И это вера Бога. Аминь. Когда вы это делаете, вы получаете результаты веры. То, что находится в сокровище вашего сердца, оно выходит из ваших уст, и вы получаете результат. Давайте на это посмотрим. Вы знаете, что так оно и есть. Если вы будете размышлять над основанными на страхе мыслями, говорить основанные на страхе слова, вы получите результаты страха. Почему? Потому что вы наполните им свое сердце, и как только это произойдет, тогда слова страха начнут выходить из ваших уст. И вы даже не будете об этом задумываться. Вы слышите, как кто-то приходит и говорит, что там, где вы работаете, собираются сократить несколько сотен человек. И вы начинаете об этом думать. Боже мой, что я буду делать? Я проработал здесь 15 лет. 15 лет моей жизни просто вылетели в трубу. Что я буду делать? О, я ведь только что купил в кредит новую машину. Боже мой. Если бы я только знал, что меня сократят. Но подождите. Откуда вы знаете, что вас сократят? Все, что вы услышали, это, что грядет сокращение. Но сразу же, как только вы об этом думаете, и чем больше вы об этом думаете, и начинаете соглашаться с этим, вы высвобождаете веру в эту идею насчет того, что вас сократят. Это ведь даже не факт. Но вы начинаете относиться к ней как к факту. Позвольте мне поделиться с вами тем, что Господь сказал мне несколько лет назад. С, 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 Д. Сначала страх, потом смущение, и затем давление. В, С, М, М. Сначала вера, производящая мужество, и затем молитва. И одно и второе действуют в одной и той же атмосфере, в одной и той же ситуации, в одно и то же время. Но страх и затем смущение. И вы начинаете, о, что мы будем делать? О, как мы с этим справимся? О, что будет дальше? И вы начинаете размышлять над этим. Это называется беспокойством, когда в этом задействован страх. Но это одно и то же. Вы постоянно концентрируетесь на одном и том же. И вы начинаете об этом думать. Вы начинаете говорить об этом. И через какое-то время вы примете это как факт. И тогда приходит давление. О, Боже мой, что я буду делать? А что, если у меня заберут мою машину? Тогда как я буду передвигаться, чтобы искать новую работу? Может, мне уже сейчас стоит начать искать новую работу. И тогда, когда меня сократят, я уже что-то себе подыщу. Видите, вы уже готовитесь к тому, что вас сократят. Это развивается. Страх развивается. Страх развивается. Слова страха попали в ваши уста. Вы называете несуществующее, как существующее. И знаете, что происходит? Вы тем самым даете право всему аду пойти и отобрать у вас вашу работу. Высвобожденный страх приводит в движение силы тьмы. Им необходимо иметь вот эту духовную связь, чтобы красть, убивать и губить. С другой стороны, если вы обратились к Слову Божему и сказали, «Боже мой, Господь, знаешь, я верил Богу, когда ты привел меня на эту работу, поэтому я об этом не беспокоюсь». И вы начинаете говорить. Посмотрите. Здесь, в 17 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Иисус сказал об этом, когда молился тогда Евангелие от Иоанна, 17-23. Слава Богу. И здесь, в 1-м послании Иоанна говорится, что совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому я просто буду концентрироваться на этом, хвала Господу. Позвольте мне поменять некоторые слова. Мне не нравится слышать, как это выходит из моих уст, но я сделаю это для того, чтобы вы поняли. Я немножко поволнуюсь об этом. По сути, это размышление. Но вы понимаете, что такое волнение, поскольку вы очень хорошо знаете, как волноваться. Вы развили это, потому что это основано на страхе. Вы не можете волноваться и беспокоиться верой. Я использовал это слово, чтобы перевести вас отсюда сюда. Вы начинаете целенаправленно думать. И разница вот в чем. Вы можете волноваться и успокоиться в этом волнении, поскольку волнуется весь мир. Они все движутся в одном и том же направлении. Вы можете просто... О-о-о. И вы услышите этот маленький голосок, который постоянно звучит у вас в голове, и он начнет говорить. В этот раз у тебя ничего не получится. У тебя отнимут твою машину. Что ты будешь делать, когда потеряешь свою работу? Наверное, твой дом сейчас полыхает. И все твои дети сидят на наркотиках. И через два года ты умрешь от рака. Я имею в виду, что это просто выйдет из-под всякого контроля, потому что оно уже там. Поэтому вам действительно нужно быть послушными Слову Божьему. Если есть что-то, что чисто, что-то, что истинно, что-то, что справедливо, что-то, что какая-то добродетель или похвала, думайте об этом. Вы должны остановиться и сказать, «Нет, нет, 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 я так не думаю. Нет, я об этом не думаю. Давай-ка обратимся к Слову Божьему и изменим мое мышление». И если вы испытываете на себе сильное давление, вам придется делать это постоянно, шаг за шагом. И скажу вам, иногда вы сталкиваетесь с тем, что является достаточно сильным, особенно когда вы имеете дело со смертью, со смертельной болезнью, когда вы имеете дело с душевной болью и всем остальным. Скажу вам, вы должны стоять на своем. И сделав все для того, чтобы стоять, вы должны стоять. И вы должны облечься во всеоружии Божьи и должны стоять на этом и говорить, «Разум, ты будешь помышлять только о Слове Божьем». Я отказываюсь так думать, слава Богу. И вы сосредотачиваетесь на Слове Божьем. Вы достаете кассеты с проповедями и слушаете их. Вы выключаете этот глупый телевизор, не позволяете мирским вещам входить в ваши глаза и ваши уши. Вы отсекаете это и сосредотачиваетесь. Вы сосредотачиваетесь. И вы начинаете наполнять свой дух сокровищем Божьего Слова. И вы наполняете его. Наполняете его. И наполняете его до тех пор, пока не начинает подниматься эта волна. Слава Богу. И затем, когда вы почувствуете некоторое облегчение, не останавливайтесь. Продолжайте это делать, слава Богу. До тех пор, пока вы не станете просто неистовыми в своей вере. Неистовыми в вере. Хвала Господу. И вот тогда дьявол скажет, «О, пора убираться отсюда. А то он разорвет на части все, что у нас есть». Да, мистер дьявол, я намерен разорвать все, что у тебя есть. Аминь. Аллилуйя. Но самое главное, я хотел, чтобы вы поняли, что законы и принципы остаются теми же самыми. Поскольку законы и принципы Божьи сотворили всю материю, сотворили эту планету, сотворили все живое. Все, что нас окружает, было сотворено одним сводом законов. И там не было страха. Там не было смерти. Там не было сомнения. Там не было неверия. Там не было немощи. Там не было болезни. Ничего этого не было. Так что это было принесено сюда двумя сотворенными существами, а не Богом. Это было принесено сюда сатаной, который был сотворен в классе ангелов, и Адамом, который был сотворен в классе человека, сотворенного по подобию Божьему. Но когда Адам подключился к сатане, он из своего класса опустился на уровень ангелов. И вера была верой. Вы не могли изменить веру, поскольку вера — это вера. Так уж она работает. Вы должны изменить объект этой веры, отсоединить ее от Бога и направить в противоположном направлении, присоединив ее к дьяволу, который является страхом, который является смертью. И Адам это и сделал. Он отвернулся от Бога, перевел свое внимание на сатану, и этим самым он соединился с ним. Вы не можете оставаться соединенными и с Богом, и с сатаной. Когда Адам подключился к дьяволу, он отсоединился от Бога. И когда он это сделал, в этот мир пришел грех, болезни, немощи, смерть, весь этот мир тьмы, но законы не изменились. Законы и то, как работают духовные вещи, это никогда не меняется, потому что Бог никогда не меняется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И все принципы работают одинаково. Нам с вами было дано право выбора кровью Иисуса именем Иисуса словом живого Бога. Аллилуйя. Делая свой выбор, мы можем верить тому, чему мы решаем верить. Аминь. Я выбираю верить Богу. Аллилуйя. Я выбираю быть бесстрашным и наполненным верой. Слава Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим тебя. Мы прославляем тебя за твое слово. И мы открываем свое сердце и разум, чтобы получить откровение с небес. И мы благодарим и благословляем тебя за него. Во имя Иисуса. Отец, нам нужна твоя мудрость. Мы живем в такое время, когда все движется настолько быстро, и каждый настолько окружен смертью, и по всему миру столько всего одновременно происходит, что нам нужна твоя мудрость, поскольку ты наше все. Ты наша жизнь. Мы зависим от тебя. И мы благодарим тебя сегодня за твое слово. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Давайте снова обратимся к восьмой главе Евангелия Токи. Мы обращались к ней много-много раз, говоря об искоренении страха и удалении его. И это очень важная вещь. Если вы будете допускать страх, он будет заражать вашу веру. И Слово Божье говорит, праведный верой жив будет. Вера является источником нашей жизни, слава Богу. Не растворяя Слово Божье верой, Библия говорит в четвертой главе послания к евреям, что не принесло им пользы проповеданное им Слово, нерастворенное верой. И это говорилось об израильском народе в пустыне. И это просто уничтожило их. За сорок лет там, в той пустыне, умерло более двух миллионов человек. Хотя посреди них был Бог. Они все равно не смогли перейти ту реку. И причиной тому был страх. Они испугались живших там людей. Даже после того, как Бог сказал им, «Я дал вам эту землю». Из десяти нашлись только двое, которые видели все именно так, как сказал Бог. Они сказали, «Пойдемте, овладеем ею. Мы можем это сделать». А остальные восемь сказали, «Нет, мы не можем там исполины. Мы в их глазах, как саранча». С чего они это взяли? Они что, спросили у них? Я сомневаюсь, а вы? Я не думаю, что они пошли и спросили у них, «Мы выглядим в ваших глазах, как саранча?» Нет. Они сами так решили, поскольку в сравнении с теми людьми они выглядели в своих глазах, как саранча. Поэтому это именно страх не дал им в нее войти. Так что мы можем вынести из этого очень важный урок. Они приняли что-то отличное от Слова Божьего для той ситуации. И сегодня мы сделаем на этом ударение. Давайте посмотрим, что Иисус сказал Иаиру. Иаир, начальник синагоги, пал к ногам Иисуса и сказал, «Моя маленькая дочь умирает. Приди. Я прошу тебя возложить на нее руки, и она будет жить». И Иисус направился к его дому. В толпе к нему пробралась женщина, страдавшая кровотечением. Прикоснулась к краю его одежды и исцелилась. И они остановились. И она засвидетельствовала об этом. И как только она закончила свое свидетельство, пришел кто-то из дома Иаиры и прямо там перед Иисусом сообщил ему, «Твоя маленькая дочь умерла. Не утруждай больше учителя». И посмотрите, что там произошло. Когда Иисус еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». И так вера работает. Не требуется большое количество веры, чтобы удалить тьму, болезнь, немощь, слабость, боль, смерть, печаль, скорбь и все остальное. Для этого не требуется много веры. Фактически, Иисус или кто-либо другой нигде в Новом Завете не говорил о вере как о глыбе или об огромной горе или о чем-то в этом роде. Нет, Иисус говорил о ней как о горчичном семене. Но что касается горчичного семени, то здесь не так важен размер, как то, что связано с его использованием. Вы не можете скрестить его с другими семенами. Вы не можете смешать или растворить его в других семенах. горчичное семя просто не будет расти. Оно умирает и оно ничего не произведет, если вы его с чем-то смешаете. То же самое можно сказать и о вере. Если вы допускаете страх, вы заражаете свою веру. И как только входит страх, понимаете, страх и вера работают на одном и том же уровне. Они работают в одной и той же духовной сфере. Ваше мышление, в ваших словах и так далее, они занимают одно и то же духовное место. Поскольку страх это вера. Страх это вера в смерть и все то, что производит смерть. Мы видим в 14-15 стихах 2 главы послания к евреям, что страх смерти является основным страхом. Это тот страх, из которого вытекают все остальные страхи. И из этого места Писания мы видим, что Иисус избавил нас от страха смерти. Знаете, давайте быстро его сейчас прочитаем. Мы уже много раз его читали, но давайте прочитаем его еще раз, поскольку это занимает очень важное место в том, что мы увидим сегодня и на этой неделе. Это очень важная повседневная информация, которая имеет отношение к вашей повседневной жизни. «А как дети причастны плоти и крови, то и Иисус также воспринял оные». И каждый раз, когда Библия или Новый Завет говорят о плоти и крови Иисуса, то вы знаете, к чему они ведут. Они ведут ко кресту, поскольку это то место, где его плоть была ломима, и его кровь была пролита, слава Богу, за нас. Итак, «Как дети причастны плоти и крови, то и Иисус также воспринял оные, дабы смертью лишить силы или парализовать имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех». Видите, слава Богу. «И избавить тех, которые от страха смерти, которые от угрозы смерти через всю жизнь были подвержены рабству, и не забывайте, что мы сказали. Страх — это вера. Он работает в той же самой сфере, что и вера. Он работает в той же самой сфере, там же, занимает то же самое духовное место, что и вера в Бога. Страх смерти подключит вас к той смерти, которую вы боитесь. Это уверенность и вера в смерть, в ее силу. вера в болезнь, вера в немощь, вера в способность животного причинить вам вред. У некоторых людей есть страхи. Они даже не знают, почему они боятся. Или некоторые люди боятся того, что всем остальным кажется просто глупым. Но некоторые фобии просто вселяют ужас или полностью парализуют. Из-за страха они подвержены этому рабству. Но первое послание Иоанна 4,18 говорит, «Совершенная любовь изгоняет страх. В любви нет страха. Бог есть любовь. И там говорится, совершенная или развитая, развитая любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и сатана является мучителем. Он дух страха. Именно к нему и подключается страх. Когда вы упражняетесь и действуете в страхе, вы высвобождаете страх. И тогда вы подключены к сатане. И он принесет вам то, чего вы боитесь. Он умножит это. Он принесет вам это, потому что вы подключены к этому, боясь этого. Давайте в этом убедимся. Вернемся к Евангелию от Луки. Когда Иисус сказал, «Не бойся, только веруй». Он сказал, «Иаир, если ты допустишь сейчас свое мышление и страх, если ты сведешь свой взгляд с меня, твоя дочь не выживет. Но если ты разберешься со страхом...» И заметьте, это было ответственностью Иаира, поскольку прежде всего вы разбираетесь со страхом, принимая решение не допускать его, и принимая решение хранить свой взгляд, свой разум, свои мысли, свои слова и действия сосредоточенными на Иисусе. Он наш Избавитель. И он сказал, «Если ты не будешь допускать страх и будешь верить, то она останется жива». И заметьте, там не было на этот счет никаких «но», «если», и «может быть, она останется жива». Вера работает. Аминь. Теперь я хочу, чтобы мы обратились к книге второзакония. Помните, Библия говорит в послании Галатам 3.13 «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». И затем в 29 стихе этой же 3 главы послания Галатам говорится «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Проклятие, перечисленное в 28 главе второзакония, является проклятием, которое пришло на эту землю, когда Адам согрешил и соединился с дьяволом, позволив прийти сюда греху, болезням, бесам, смерти, страху и всему остальному. Я хочу, чтобы вы заметили, что это проклятие. Давайте посмотрим. По сути, об этом говорится начиная с 65 стиха, но я хочу прочитать 66 стих. «Жизнь твоя будет висеть пред тобой». В одном из переводов говорится, «Жизнь твоя будет висеть в сомнении перед тобой». «И смотрите дальше». «И будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен или не будешь иметь веры в отношении жизни твоей». Это проклятие, когда вы ночью и днем боитесь, из-за чего ваша жизнь висит перед вами в сомнении. вы всего боитесь, и вы смотрите смерти в лицо с так многих сторон, и вы весь день проводите в мучении на том или ином уровне. Я хотел, чтобы вы увидели, что страх является частью проклятия. Кто-то может сказать, «Знаете, брат Копланд, каждый чего-то боится». Нет, если этот страх удален. Ну, небольшой страх может быть даже полезен для здоровья. В проклятии нет ничего полезного для здоровья, а страх является частью проклятия. Давайте определимся в отношении этого. Бог повелел в Библии более 110 раз в той или иной форме. «Не бойся!» Это то, что Иисус сказал Иаиру. «Не бойся!» Но Бог нигде в Своем слове не ограничивался только лишь фразой «Не бойся!» Он говорил, «Не бойся, ибо я с тобой». «Не бойся!» «Я никогда не оставлю тебя». «Не бойся, я никогда не покину тебя». «Не бойся!» «Я помогу тебе». Аминь. Всегда! «Я буду с тобой!» «Я с тобой!» «Я никогда не оставлю, не покину тебя». Слава Богу! Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. О, брат Копланд, если бы Иисус был здесь, то, похоже, я бы не боялся. Что ж, давайте посмотрим. Давайте вернемся к 14 главе Евангелия от Матфея. На этой неделе мы уже говорили об этом. Но здесь есть информация, которая действительно открывает глаза. Я хочу вам сейчас это показать. Ученики отплыли в небольшой лодке. У них прошло отличное собрание. И произошли многие великие вещи. Иисус накормил тысячи и тысячи людей несколькими хлебами и рыбками. И так далее. И Иисус понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И Иисус сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И он уже им сказал переправиться на другую сторону. В этом-то, по сути, и все дело. Дело не в лодке, дело не в ветре, дело не в воде. Дело в Слове Божьем. Ухватите сейчас за это. И вот Иисус догоняет их, идя по воде. Он идет по ней сверхъестественным образом. Он идет по Слову Божьему. Молясь, он в видении увидел, что они в беде, и он отправился к ним, чтобы спасти их, слава Богу. И вот он был прямо перед ними. Петр в ответ сказал, «Господь, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». А это он и был, не так ли? А Петр так и сказал, «Если это Ты, повели мне прийти». И поэтому Иисус ответил, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Петр сделал это. Он пошел по воде. Но смотрите дальше. «Но, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал». Давайте немного это проанализируем и применим это к нашей жизни. Я хочу, чтобы вы осознали, что страх производит смущение. Затем в смущении страх производит давление. «И Иисус сказал, «Мужайтесь, Я победил мир». Но послушайте, что Он сказал, «Пусть ваше сердце не смущается и не боится». Он сказал, «В мире будете иметь скорбь, но Я победил мир, аминь». Он сказал им «Ободриться». Он говорил им, «Вы свободите радость. Я здесь. Сосредоточьтесь на Мне, и вы будете радостными прямо посреди этой бури». Это не было радостью чувств, потому что там столько всего происходило. Та ситуация казалась просто бедственной. Но Иисус сказал, «Сосредоточьтесь на Мне, и начните восклицать от радости того, что Я здесь, и что Я вытащу вас отсюда». Он сказал и Айру то же самое. «Не бойся», и она будет спасена. Я хочу, чтобы вы заметили, что здесь произошло. Петр увидел сильный ветер. И вы помните, что страх порождает смущение, путаницу. «Что происходит с смущением, в путанице?» Кто-то говорит. «Итак, мы на 221-й странице». Ему говорят, «Нет, я сказал страница 122». «О, хорошо». Извините. «Я перепутал 221-ю страницу со 122-й». Вот что означает смущение или путаница. «Извините». Вы принимаете за факт или за истину одно, думая, что это другое. Вы неправильно это поняли. Что-то изменило ваше мнение, что-то переориентировало ваше мышление. В том случае, переориентация мышления Петра по сути основывалась на том факте, что он был рыбаком. Не все из остальных учеников были рыбаками, но все из них понимали, что такое лодка. Лодка держится на плаву. Если она наполняется доверху водой, то она тонет. Если она тонет в шторм, то у вас серьезная проблема. Они все это понимали. Но те профессиональные рыбаки действительно это понимали, и их мышление было приучено думать таким образом. Именно об этом они постоянно и думали. И в любом случае, в той местности штормы были частым явлением, и быть рыбаком было достаточно опасно. И они так и думали. Петр увидел этот сильный ветер, и вдруг его разум с Иисуса переключился на... Такой ветер потопит лодку. Но подождите минутку, ведь он не в лодке. И это действительно очень важно. Вы не в мире. Вы во Христе Иисусе. Слава Богу. И мы должны постоянно обновлять наш разум в отношении этого факта. Когда Петр позволил своим мыслям вернуться к тому образу мышления, который был у него, когда он находился в лодке, когда он занимался рыбным промыслом до того, как узнал Иисуса, пришел страх, и страх вытеснил веру и оставил его беспомощным в естественной ситуации. Сама по себе вода не сможет вас держать. И скажу вам, ветер был там ни при чем. Если вы думаете, что вы не можете ходить по воде только лишь из-за ветра, то пойдите туда, где очень спокойно. Нет никакого ветра. Вкрытый бассейн и попробуйте перейти по воде на другую сторону. Ветер не имеет к этому никакого отношения. Но в разуме Петра он имел к этому отношение. И когда страх смутил его, он взял один набор мыслей и заменил ими другие. Он смотрел на Иисуса. Его взор был устремлен на Иисуса. Он ходил в этой сверхъестественной сфере верой. Его поддерживала вера. Его поддерживала и держала та же самая сила, которая держала и Иисуса, а именно сила помазания, сила Духа Святого. И все естественные вещи вокруг него должны были этому подчиниться. Но как только он позволил смущению принести давление, давление поступить на основание этого страха, несмотря на то, что Иисус победил эту проблему, Иисус уже победил эту проблему утопания еще до того, как пришел туда. И заметьте, когда он начал поступать на основании этого, он испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Он даже не попытался вернуться к вере. Он даже не предпринял такой попытки. Вы хотите мне сказать, что этот профессиональный рыбак не умел плавать? Я могу доказать вам из Библии, что он умел плавать. Потому что однажды, после того, как Иисус воскрес из мертвых, когда они ловили рыбу, они увидели Иисуса, стоявшего на берегу, и Иисус приготовил много рыбы и сказал им, «Идите, поешьте!» И Петр, не дожидаясь, когда они догребут до берега, прыгнул в воду и доплыл до берега. Поэтому послушайте сейчас меня. Этот страх заставил Петра отреагировать так, как будто он умирал, даже когда он мог попытаться плыть. Он даже не дожидался, когда утонет. Только лишь начав тонуть, он закричал, «Господь, спаси меня!» И Иисус просто протянул руку и подхватил его. В ответ на это Иисус сказал, «Маловерный из-за сомнения. Сомнение всегда порождается страхом. Тем сколько у нас еще времени? Нисколько? Хвала Господу!» Я думал, слава Богу, у нас еще много времени. Я так этим увлекся, и время не имеет для меня никакого значения. Мы вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я, Кеннет Копланд. Давайте вместе помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы прославляем Тебя за то, что Твое Слово истина, несмотря на все остальное, что мы можем видеть, строго чувствовать, обонять, пробовать на вкус. Что бы это ни было, оно подчинено Твоему Слову. И мы благодарим и прославляем Тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся к посланию к римлянам. Точнее, к восьмой главе Евангелия от Луки. То Слово, которое Иисус сказал Иаиру. Иаир был начальником синагоги, у которого дома была при смерти дочь. И Иаир пал к ногам Иисуса и сказал, «Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». И затем, по дороге к дому Иаира, Иисус остановил женщину, страдавшая кровотечением. Он послужил ей. И когда он еще говорил, Иисус разговаривал с той женщиной и сказал, «Дочь, Твоя вера спасла тебя». Приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла». Не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Не бойся. Если ты допустишь страх, ты заразишь свою веру. Если ты заразишь свою веру, страх в конечном итоге возьмет над ней верх. Если две эти силы действуют в одном и том же духовном месте, если вы пытаетесь одновременно действовать в них обоих, они сводят друг друга на нет. И в конце концов, вы придете к нулю. Но когда вы приходите к нулю, то всегда будет перевешивать негативная сторона. Просто ничего быть не может. Потому что вы должны быть подключены либо к Богу, либо к дьяволу. Ну, знаете, есть Бог, есть Сатана, и есть я. «Нет». Мне бы очень не хотелось мешать вам мечтать. Очень не хотелось бы. Но знаете, нет, нет. Вы не суверенны. Ваши слова основаны либо на вере, либо на страхе. Ваши действия основаны либо на вере, либо на страхе. И когда вы пытаетесь одновременно действовать и в вере, и в страхе, «Я верю Слову Божьему. Я поддержу его. Приготовясь на тот случай, если на этот раз оно не сработает». Знаете, так страх вытеснит веру. Потому что страх бесцеремонный. Он от дьявола. Он нахальный и угрожающий, как угроза смерти. А вера покоится. Поэтому, когда мы допускаем страх, он заразит веру. И следующим событием будет поражение. Мы говорили о страхе, затем о смущении, и затем о давлении. И давайте поговорим немного о давлении. Мы вернемся к Евангелию от Матфея, где Петр сказал, «Господь, если это ты, повели мне прийти к тебе». Иисус ответил, «Иди». И Петр вышел из лодки и начал идти по воде к Иисусу. Он на самом деле шел по воде. Он держался на воде сверхъестественным образом. Он держался на ней на основании веры. Он держался на ней в силе Божьей. Его взор был устремлен на Иисуса. И он вышел из лодки и пошел к Иисусу. Но затем Слово Божие говорит, «Видя сильный ветер, испугался, и начав утопать, закричал, Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем ты усомнился? Почему ты засомневался?» Сомнение основано на страхе. Он испугался, начав тонуть. Иисус сказал, «Сомнение является проявлением страха». Он и был всему причиной. Я хочу, чтобы вы увидели, как оно все соединяется вместе. Страх порождает смущение. Вы смущаетесь, запутываетесь, и вы примете одно, думая, что это другое. Это и есть смущение или путаница. Смущаться или запутываться, значит, из-за страха, принимать вместо одного другое. И в данном случае, вместо того, чтобы принять тот факт, что Иисус сказал, «Переправьтесь на другую сторону». Он уже сказал им это сделать. Это было слово веры. Им было сказано «переправиться». Это ключевой аспект всей этой библейской истории. Ключевым аспектом является слово Божье. Всегда. Бог сказал израильскому народу в пустыне, «Я дал вам эту землю, овладейте ею». Десять человек пошли осмотреть ее. Восемь из них вернулись обратно и сказали, «Там из Полины мы не можем ею владеть. Мы в их глазах, как саранча». Из-за страха они перепутали их размер, их слабость, их физическую, естественную способность. каким-то образом жители той земли напугали их. Знаете, я сомневаюсь. В действительности я сомневаюсь, что они были такими огромными. Но в их глазах именно такими они и были. Поэтому это уже не важно, были они большими или маленькими. Если в их глазах они были большими, значит, они большие. Поскольку они сказали, «Мы в их глазах, как саранча». Нет, вы саранча в своих собственных глазах, потому что Бог уже сказал, «Я дал вам эту землю, возьмите ее». Халев и Иисус Навин видели тех же самых людей и сказали, «Нет, нет, наш Бог силен. Наш Бог больше этого. Наш Бог позаботится о том, чтобы мы справились с этим. Он уже сказал взять эту землю. Мы овладеем ею». Те люди потерпели поражение, потому что перепутали то, что они увидели, с тем, что сказал Бог. Они приняли за истину то, что они увидели. Возможно, это был факт, но они приняли его за истину. Это окончательное слово. Мы ничего не можем с этим поделать. Однако Иисус Навин и Халев так не поступили. Они держали Слово Божьего, которое является истиной. И истина изменяет факт. Если люди понимают это, когда дело касается немощи и болезни, Слово Божье изменит это. Но оно ничего не изменит, если немощь и болезнь становятся для вас истиной. Вы смутились, запутались. Поскольку вы боитесь немощи и болезни, у вас есть вера в болезни. Ваша вера в немощь, больше вашей веры в раны Иисуса, больше вашей веры в кровь Агнца, больше вашей веры в Слово Божье. Есть люди, которые встанут и скажут, «О да, это Слово живого Бога, ранами его вы исцелились». «О да, брат Копланд, аминь, аллилуйя!» И будут восклицать и радоваться. Но, столкнувшись с немощью и болезнью, вместо того, чтобы бежать к Библии, они бегут к кому-то другому. «О да, брат Копланд, я верю, что ранами Иисуса я исцелен, аминь!» Но знаете, иногда оно так не работает. Не работает? Нет, иногда оно так не работает. Знаете, иногда работает, иногда нет. И к этому специалисту, которому не нужен, очень трудно попасть. Поэтому на всякий случай я записался к нему на прием, потому что, знаете, иногда это не работает. Вот и оно, понимаете? Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями ничего не может получить от Господа. Почему? Потому что вы сводите на нет сверхъестественное. И это затягивает вас в этот естественный мир. И затем вы атакуете на естественном уровне, несмотря на то, что у вас в кармане лежит ваша Библия. Я имею в виду, что вы продолжаете бороться с болезнью на ее уровне, а не на уровне Бога. Это истина. Истина изменяет факт. Я слышал, как люди говорили, «Ну, я не могу исповедовать, что я исцелен, когда я могу явно видеть, что я болен. Я чувствую боль. Я знаю, что я болен. Врач сказал, что я болен». «А что, врач Бог?» «Нет». «Да, он Бог. Для вас он Бог». Я не принижаю значимость врачей. Благодарение Богу за врачей. Если бы не они, христиане бы умерли. Но я показываю вам сейчас два разных плана действий. И если вы боитесь доверять Слову Божьему, тогда вам лучше обратиться к врачу, поскольку это является для вас в данном случае единственной защитой. Но я говорю вам о том, что сосредоточение и концентрация на Слове Божьем изменит то, что видит врач. Оно изменит то, что чувствует ваше тело, потому что оно является истиной. И истина вечна. Она навсегда. И истина изменяет факт. И вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Процесс таков. Страх приносит смущение, путаницу. И как только вы достаточно побеспокоились и достаточно об этом наговорились, есть люди, которые постоянно живут в таком состоянии. Поэтому это просто постоянно работает. Вы постоянно находитесь в таком состоянии. Что стоит пройти слуху о том или об этом. Как вы говорите, «Ну, мне это первому и достанется». Да, достанется. То есть вы развились в этом. И страх стал высоко развит в вашей жизни. Вы постоянно беспокоитесь. Вы постоянно сомневаетесь. Вы постоянно задаетесь вопросом. Вы отнесли себя к разряду неудачников. И затем смущение. Просто нет слов. Вы приняли страх как факт. Вы ухватились за страх этого мира. Смущение тут как тут. Затем приходит давление. Приходит сатана. И он начинает подталкивать вас к тому, чтобы вы приняли от него. Он хочет, чтобы вы говорили об этом. Чтобы вы думали об этом. Он хочет, чтобы вы постоянно смотрели по телевизору сериал «Скорая помощь». «О, Мэри, это я. Только послушай, у них то же самое, что и у меня». Вы отождествляетесь с болезнью. Вы отождествляетесь с немощью. Вы отождествляетесь с сомнениями и неверием. Приходит давление. Оно, по сути, является скорбью. Именно это и означает слово «скорбь». Оно означает мучение. Оно означает гонение. Оно означает толчок. Давление. Давление поступать на основании этого страха. Поступать так, как будто вы теряете свою работу. Поступать так, как будто вы умираете, от чего вы там ни было. Поступать так, пока так оно и не будет. Оно работает точно так же по принципу того, что вы называете несуществующие, как существующие. Давайте обратимся к этому месту Писания. Я хочу еще раз вам это показать. Я хочу вам показать. Не бойся, только веруй. Это то, что Иисус сказал Иаиру. И спасена будет. В 20 главе книги Второзакония говорится следующее. «И еще объявят надзиратели народу и скажут, «Кто бы излив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Страх – это заразная вещь. Вот есть люди, которые готовы сражаться. И они смешиваются со страхом. И уже даже не важно, что с ними Бог. Уже даже не важно, что Бог сказал, «Завладейте ею! Я здесь! Я сделаю для вас это! Сражение мое! А победа ваша!» «Да, но я боюсь!» Разве не это сделал Петр? Можете постоянно видеть в Библии, как Бог являл себя израильскому народу. Он разделил Красное море. Он дал пищу, когда не было никакой пищи. Он дал воду, когда не было никакой воды. Он сказал, «Я дал вам эту землю, пойдите и возьмете ее». Они сходили туда и сказали, «Те люди нам ее не дадут». Бог постоянно был там. Слово Божие постоянно здесь. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И без Него, без Слова Божьего, ничто не начало быть. Аллилуйя. Оно является таким же проявлением Бога, каким является Иисус и Дух Святой. Оно является проявлением Бога на земле. Оно сверхъестественно. В нем заключена та же самая сила. Когда вы вкладываете его в свой дух, вкладываете его в свои уста, вкладываете его в свои уши и сосредотачиваетесь на Иисусе, сосредотачиваетесь на силе Его Слова и сосредотачиваетесь на том, что «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире». Мой Бог любит меня. Мой Бог любит меня прямо сейчас. Он любит меня посреди всей этой неразберихи. Он любит меня. Вы сосредотачиваетесь на нем. Отсеките вокруг себя все остальное. Я не говорю о чем-то, что легко сделать. Если бы это было легко, все бы это делали. Каждый может это сделать, но это требует усердия. Это требует совершенства служения. Это требует решимости ходить в силе и в слове живого Бога. Несмотря на страх, смущение и давление. Вера соединяется с помазанием, которое снимает бремена и уничтожает ермо. Что в этом случае происходит? Вместо смущения приходит мужество. Бог сказал Иисусу Навину, «Разве я не повелел тебе быть очень мужественным и не бояться?» Мужество — это решение. Это не чувство. Мужество — это решение, что Слово Божье право. И я от этого не отступлю. «Я стою во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. Я не позволю сатане мешать мне. Я не позволю людям мешать моей вере. Я не позволю им мешать моим результатам во имя Иисуса». Я имею в виду просто «будьте твердыми», как те еврейские юноши в раскаленной печи. Слава Богу. «Будьте твердыми». И это решение. Это не приходит от чего-то непонятного, что есть только у считанных людей. Нет, нет. Это то, что люди принимают от Бога. И Бог сделал это доступным каждому мужчине, женщине и ребенку. «Не бойся, только веруй». Вера соединяется с помазанием, с самим присутствием живого Бога. И затем мужество делать свое дело, несмотря на давление. Когда вы чувствуете внутри боль, вы еще никогда в жизни не чувствовали себя настолько безжизненными. И ваша жена или ваш муж или кто-то другой заходит и говорит, «Дорогой, знаешь, что на этот счет говорит Библия?» И каждая клетка вашей плоти, каждая клетка вашего разума просто кричат. «Я не хочу этого слышать! Вон отсюда я не хочу больше слышать о том, что ранами его вы исцелились! Я устал стоять! Я говорю...» Это давление. Давление и проблема – это не одно и то же. Иисус уже победил проблему. Давление приходит для того, чтобы заставить вас принять проблему. Вам нужно это понять. А мужество – это когда вы говорите, «Так, воля, ты хочешь». Разум – ты становишься послушным. Плоть – замолчи. Во имя Иисуса я буду делать то, что правильно. Я буду делать это потому, что это правильно. Мне все равно, кому это нравится, а кому не нравится. И даже если тебе, Кеннет, это и не нравится, тебе все равно придется это делать. Я не обреченный. Я верующий. Слава Богу. Возьмите себя за ухо и поставьте себя на колени. Опуститесь на колени и начните молиться. Скажу вам, это просто удивительно. Насколько быстро это будет сокрушено, как только вы примете такое решение. Потому что, когда вы это делаете, знаете, это выводит на сцену Иисуса. Он там. Слово Божие говорит, «Не заботьтесь ни о чем. Ничего не бойтесь, но всегда в молитве с хвалой и благодарением открывайте свои желания перед Богом». Слава Богу. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Аминь. И Слово Божие говорит, «Вас вложите все свои заботы на Него». И это не после того, как вы почувствуете себя лучше по этому поводу. А тогда, когда дьявол давит на вас, пытаясь столкнуть вас на сторону страха. И говорю вам, посмотрите это немощи и боли прямо в лицо и скажите, «Что боль?» Иисус взял на себя мою боль. Он взял на себя мои печали. Он взял на себя мою скорбь. Он взял на себя мою болезнь. Он взял на себя мой грех. И я не собираюсь стоять здесь в страхе, когда на сцену вышел Иисус. Это все чистое решение. Это чистой воды мужества. Это то, что в Новом Завете названо добродетелью. Так поступают только герои. Вы не пытаетесь быть героем, но вы будете делать то, что правильно. Аминь. Я называю это решением Джона Уэйна. Вы просто решаете, что все. Этому сейчас пришел конец. Однажды мне позвонил один мой хороший друг и сказал, «Копланд, я принял решение. Я больше не влезу в долги». Никаких поступлений нет. Я не знаю, что мы в своем служении будем делать, но скажу тебе одно. Это будет замечательный день, чтобы умереть. Слава Богу. Он позаимствовал фразу старого индейского воина, который как-то сказал, «Что ж, это хороший день, чтобы умереть. Давайте сделаем это». Аминь. Скажу вам, когда у него сформировалось такое отношение, «Я больше не пойду в банк. Я больше ни у кого не буду брать займы. Я унок Иисуса из Назарета. Это его дело. Если он хочет что-либо на этот счет сделать, пусть делает». Слава Богу. И он начал прославлять и поклоняться Богу. И скажу вам, он не только выбрался из той ситуации, он выбрался из нее с успехом, слава Богу. И это как и Петр. Петр вышел с успехом. Он не только спасся, он вернулся в лодку и весь шторм утих. Сколько, как вы думаете, еще прошло времени, прежде, чем он смог после этого крепко уснуть? Наверняка он думал об этом всю ночь. Это никак не выходило у него из головы. Но ведь он мог утонуть прямо там, у нока Иисуса, если продолжал думать о том шторме и о том ветре. Иисус может сидеть с вами в лодке, и лодка будет тонуть, если вы не примете то, кто Он, что Он, что Он сделал, и не остановите страх. Страх — это ваша ответственность, потому что Он от сатаны. Иисус сказал, «Во имя Мое, изгоняйте его!» Аминь. Аллилуйя. Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копланд. Давайте помолимся. Отец, мы прославляем, благословляем и благодарим тебя за то, что у нас нет никакой причины чего-либо, где-либо и когда-либо бояться. Ты избавил нас от страха. Иисус разрушил власть смерти. Смерть не представляет никакой угрозы, и мы благодарим и прославляем тебя за это. Мы противостоим страху. Мы изгоняем его, и мы рассчитываем на тебя, на Слово Божье, на кровь Иисуса. Мы рассчитываем на имя Иисуса. Мы твердо стоим, и мы воздаем тебе хвалу и благодарение за то, что мы избавленные люди. Мы молимся во имя Иисуса, и мы благословляем тебя за это. Аминь. Давайте еще раз вернемся и прочитаем Евангелие от Луки 8,49, где Иисус сказал, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждая учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй». Не допускай страх, потому что, Иаир, хоть я и здесь, Иисус, по сути, именно это и сказал, «Несмотря на то, что я здесь, если ты допустишь страх, ты заразишь свою веру, и я ничего не смогу сделать, чтобы помочь твоей дочери. Но если ты разберешься со страхом, я разберусь со смертью, и она будет спасена». Аминь. И Иисус доказал, что смерть не обладает окончательной властью. Он разрушил смерть. Второе послание к Тимофею 1.10 говорит, что Он разрушил смерть. Аллилуйя. И после того, как Иисус воскрес из мертвых, Он сказал, «Дана Мне всякая, вся власть на небе и на земле». Слава Богу. Итак, давайте вернемся назад, чтобы немного все вспомнить. Мы говорили о том, что страх действует в той же самой духовной плоскости, что и вера. Страх — это вера или уверенность в смерти. это сила. Вера — это уверенность в Боге, в Его жизни. И она подключается к помазанию, которое снимает бремена и уничтожает вермо. Страх подключается к смущению, и смущение принесет все то, чего вы боялись. Помните Иова? Он сказал, «Чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне покоя. Я в беде. Нет мне покоя. Нет мне мира. Постигло несчастье». Понимаете, он думал, что поступал ответственным образом, беспокоясь о своих детях. Он тогда еще не знал. Он не понимал. То, что он просто не понимал, не помешало дьяволу прорваться к нему. Бог сказал, «Мой народ гибнет из-за недостатка знания». Это основы, фундаментальные духовные истины. Независимо от того, знаете вы их или нет, они работают. И когда вы их применяете, они работают либо на вас, либо против вас. И духовный закон... Понимаете, вы не можете убежать от духовных законов, которые управляют этой планетой и той атмосферой, в которой мы живем. И если все, о чем вы думаете, все, что вы делаете, все, что вы говорите, все, что вы предпринимаете основано на страхе, тогда вы живете в смущении и путанице. Смутиться или запутаться значит принимать одно, думая, что это другое. Помните, я уже вам это иллюстрировал. Кто-то говорит, «Итак, вот мы на 95-й странице, но я здесь этого не вижу». А ему отвечает, «Нет, это не 95-я, а 59-я страница». О, я запутался, я перепутал 59-ю страницу с 95-й. Видите, вы приняли одно, думая, что это другое, думая, что это было правильно. Страх заставляет вас принимать за истину то, что является фактом, но не является истинным. Кто-то может сказать, «Да, но я не могу сказать, что я исцелен». Мне все равно, что так говорит Библия. Как только я исцелюсь, тогда я так всем и скажу. Но сейчас я не могу так сказать, поскольку я чувствую боль. Я буду лгать. Нет. Вы просто смущены и запутались. Вы приняли эту немощь и болезнь. Вы говорите, «Что ж, это факт». Да, это факт, но это не истина. Это истина. Ранами его вы исцелились. И истина изменит факт. Но вам придется вкладывать истину в свой разум, держать ее у себя перед глазами, вкладывать ее в свои уши, вкладывать ее в свои уста и в свое сердце. Вера приходит всегда. Она всегда приходит. Да, она всегда приходит, и она работает. И не впускайте страх. Не надо так думать. Да, ранами его вы исцелились. О, да, аминь, аллилуйя, ранами его я исцелен, ранами его я исцелен, я исцелен. Нет, видите, вас бросают из стороны в сторону. Ну, знаете, похоже, что все не работает, а гладко. Может, мне стоит записаться к врачу? Или, я знаю, Слово Божие говорит, что посеешь, что и пожнешь. Я посеял семена в отношении этого, но, знаете, это очень много денег. Мне, наверное, лучше пойти и поговорить об этом со своим банкиром. Один человек как-то раз мне сказал, знаете, брат Коплант, я был так благословлен. Один человек дал мне аккредитив и сказал, всякий раз, когда у твоего служения не будет нужных тебе средств, тебе достаточно просто позвонить в банк, там уже все оформлено. Я сказал, разве это не замечательно? Это просто замечательно. Подумай только. Оно прямо у тебя на столе. Да, ответил он, прямо на столе. И я сказал, если наступает такой момент, когда послание к филиппийцам становится ненадежным, то, что оно говорит, я восполню ваши нужды по своему богатству в славе Христом Иисусом, ненадежно, то разве не замечательно, что ты можешь просто взять и выбросить послание к филиппийцам в мусор, открыть ящик своего стола и посмотрите, что у меня есть. Слава Богу, у меня появился новый бог. У меня появился человек, живущий неподалеку, который даст мне эти деньги. Он ответил, я мог бы догадаться, что ты что-то в этом роде скажешь. Да, я что-то в этом роде скажу. Я сам себе должен говорить что-то в этом роде. Я не буду смущаться и запутываться, столкнувшись с давлением и проблемами, поступать на основании страха, заражать свою веру и терпеть поражение. и терпеть. Нет, вера работает с мужеством. Проявлять мужество значит выбирать делать то, что правильно. Это не какое-то особое качество, которое было только у Джона Уэйна и еще девяти других человек в мире. Нет, нет, мужество доступно любому. Мужество это решение делать то, что правильно. Мужество всегда сосредоточено на Иисусе, сосредоточено на Слове Божьем. Мужество всегда поступает на основании решений, серии решений. я принял решение простить ее. Я принял решение ходить в прощении. Я принял решение любить. Я принял решение и я не изменяюсь. Мне все равно, что он делает или что она делает, или что они делают, или кто что говорит, Или что говорит дьявол? Я буду делать то, что правильно. Я буду стоять на Слове Божьем. Я исцелен. Я свободен от долгов. Я ободрен и полон радости. Они находились в той тонущей лодке. И Иисус пришел к ним по воде и сказал, «Ободритесь! Я здесь!» «Эй, шторм не утих!» Они должны были начать восклицать, прославлять и радоваться прямо посреди этого. Я имею в виду, находясь по пояс в воде, в тонущей лодке. Но вы можете это делать. «Как я смогу это делать?» Вы принимаете решение. Знаете что? Несколько дней назад я разговаривал с одной парой. Она умирала. За несколько дней до этого у нее отказали почки. Она умирала. У нее отказывало все, что только можно себе представить. Ее сердце начало давать сбои еще задолго до этого. И ее тело перестало функционировать. Она умирала. В конце концов, врачи сказали ей и ее мужу. Она то впадала в кому, то выходила из нее. И врачи сказали, «Все, ее физическое тело не функционирует. Она уже труп. Она и дня не проживет. Но ее муж по-прежнему не впускал к ней в палату тех, кто плакал. Он не пускал никого, кто говорил бы что-либо отличное от слова Божьего, включая врачей и медсестер. Он просто бы выгнал вас из палаты». «Брат Копланд, а что на это сказали те врачи и медсестры? Им это не нравилось. И они спорили и возмущались. Но он все равно их не пускал». Это было несколько лет назад. И я видел ее буквально на прошлой неделе. Аминь. И она здорова, целостна и исцелена. Через несколько дней она вышла тогда из больницы. «Аминь». «Да, брат Копланд, но что, если бы она не выжила? Что тогда? Что, если бы я исповедовал это исцеление, стоял на этом слове, исповедовал это исцеление и все равно бы умер? Позвольте мне вам кое о чем напомнить. Вы все равно когда-то умрете. Аминь. «Я бы предпочел умереть в вере, чем очнуться на небе с вырвавшимися из моих уст словами сомнения и неверия. Я не могу это восстановить». «О, разве это не здорово?» «Аллилуйя». А еще 10 секунд назад вы причитали, «О, я умираю, я плохой. Я не хочу стоять на этом слове. Я все равно могу умереть». Я лучше войду в ворота славы, говоря, «Ранами его я исцелен во имя Иисуса». Слава Богу, Иисус пострадал, умер, сошел в ад и воскрес из мертвых. Воссел по правую руку величия на высоте. И он вчера, сегодня и вовеки тот же. И я решил, что я тот же. Я не изменяю, слава Богу. Я не сойду с этого. Даже если пересохнет ручей, я не сойду с этого. Во имя Иисуса. Аминь. Мои друзья, я видел, как происходили многие вещи после того, как я подумал, что я уже потерпел поражение. Это просто удивительно. Но я не сойду с этого слова. Итак, «Страх, смущение и давление». ССД. Скажите это. ССД. «Страх, смущение и давление». ВММ. Вера, мужество и молитва. Вера подключается к помазанию. Мужество делает свою работу, несмотря на давление. И молитва остается в Божьем присутствии. Опускайтесь на колени и молитесь. Совершайте хлебопреломление и молитесь. Молитесь, пока утром одеваетесь. Молитесь, пока вечером раздеваетесь. Молитесь, когда вы просыпаетесь. И молитесь, когда ложитесь спать. Молитесь. Пусть у вас постоянно идет непрерывный разговор с Богом, потому что Тот, Кто в вас, больше того, Кто в мире. И просто постоянно продолжайте сопоставлять внутри себя каждое сказанное вокруг вас Слово и все, что вы видите в этом естественном мире. Господь, послушай это. Это по Писанию? Это не то, что говорит Слово Божье. И кто-то подходит к вам и говорит, «Ну, а вы знаете, брат Коплан, что говорит Слово Божье. Бог никогда не обещал восполнять ваши желания. Он пообещал восполнять только ваши нужды». И вы просто стоите, смотрите на этого человека и позволяете Слово Божьему говорить вам, «Господь, пастырь мой, я ничего не буду желать». Как сказано в одном из переводов Библии. Разве не так? Да, аминь. Хвала Господу. Слава Богу. Да, слава. То есть всегда и во всем. Ваш разум может настолько обновиться, ходя и разговаривая с Богом. Забудьте все эти высокопарные обращения. Это касается лично вас и Бога. Просто спрашивайте, «Господь, как ты думаешь? На твой взгляд, мне стоит купить красный или синий? Что тебе больше нравится? Скажу вам. Я спрашивала его мнение, и когда дело касалось одежды, обуви, машин, всего, что только можно себе представить. И практически всегда я слышу либо одно, либо другое. Иногда Господь говорит, «В данном случае это не имеет особого значения, выбирай, что тебе хочется». «Слава Богу! Аллилуйя!» И я говорю, «Нет, ты выбери. Я хочу то, что нравится тебе». Это не имеет особого значения. «Нет, ты выбери». И мы вот так стоим и разговариваем. Кто-то может посмотреть на меня и спросить, «С кем вы разговариваете?» Я говорю, «Хорошо, мне нравится красный. А тебе какой?» Он отвечает, «Мне нравится красный. Это будет в самый раз». И это все вот здесь. И были времена, когда я ничего не слышал, и я думал, «Господь, почему ты ничего на этот счет не скажешь?» Несколько раз он говорил мне, «Потому что это не имеет никакого отношения к вере. Это не имеет никакого отношения к той сфере, в которой я оперирую. Если ты хочешь этим заняться, то делай это сам». Я отвечал, «Нет, нет. Я уже много чего сам сделал. Мне больше такого не хочется». Если ты не будешь иметь с этим ничего общего, то я тоже не собираюсь иметь с этим ничего общего. Но в большинстве случаев, когда я молился, я говорил, «Господь, знаешь, я не слышал, чтобы ты что-либо сказал на этот счет. Наверное, я пока отложу это до тех пор, пока я не буду знать». И я начинал молиться и спрашивал, «Господь, почему я не получил от тебя никакого ответа?» Я молился, искал Господа, обращался к Слову Божьему, и иногда сразу же, иногда чуть позже, «Господь говорил, я тебе ответил». Я говорил, «Я тебя не слышал». Он отвечал, «Я знаю». Тогда почему же я тебя не слышал? Потому что ты был слишком втянут в мир. Последние несколько дней ты провел в нем слишком много времени. Я постоянно обращался к тебе, но ты меня не слышал. А я тут говорю, «Он не говорит». Нет, он постоянно говорит, понимаете? И если вы не слышите другие голоса, то вот его голос прямо здесь. Аминь. Поэтому практикуйте его присутствие. Вера соединяется с помазанием. Мужество делает свою работу, несмотря на все давление, на все то, что вы не хотите делать, и что вы не хотите слышать, и что вы не хотите говорить. Но вы все равно это делаете, потому что вы знаете, что это правильно. И неважно, знает об этом кто-либо еще или нет. Вы делаете то же самое. Вы поступаете точно так же. Вы говорите то же самое. Вы остаетесь такими же самыми, даже когда в комнате, кроме вас, никого больше нет, поскольку вы никогда не бываете одни. Бог всегда с вами. независимо от того, знаете вы это или нет. Принимаете вы это или нет. Он с вами. Поэтому оставайтесь неизменными и за дня в день. Вы можете себе представить, скольких вы избежите бед, когда начнете постоянно практиковать Божье присутствие. Я читал о человеке по имени Руфус Моузли. Он ушел на небо к Господу несколько лет назад. Но Руфус был великим мужем молитвы. И однажды он упал на свое лицо в своем гостиничном номере и молился. О, Боже, покажи мне! О, Боже, что я буду делать? Боже, покажи мне! О, Боже! И в какой-то момент он остановился и сказал, вот лежит глупец, который ничего не знает и не дает и слова сказать тому, кто знает все. Аллилуйя! И он сказал, Господь, прости меня. Прости меня за то, что я был настолько глуп. Я сейчас замолчу и буду лежать здесь. А ты говори. Однажды я сам так сделал, когда только-только об этом узнал. Это было больше 35 лет назад. Я не знал, что делать. Я упал на пол и делал то же самое, взывая. О, Боже, о, Боже! Я подумал, знаете что? А что, если он ответит мне? Если я просто на минуту помолчу. Я подумал, я просто немного помолчу и посмотрю. И я не раз так делал. И я услышал прямо вот здесь. Я услышал это настолько четко. Прямо внутри. Не где-то в своей голове, а прямо в своем духе я услышал, как он сказал. Это вопрос времени. Я и слова не мог вставить. Встань на ноги. Я вскочил на ноги. И он сказал, я прислал тебя сюда. Я позабочусь о тебе. Усвой это раз и навсегда. Да, сэр. Я услышал это. Я усвоил это. И скажу вам, больше мы к этому не возвращались. Мы тогда решили это раз и навсегда. Аминь. Есть определенные вещи, в отношении которых вы должны определиться в своей жизни раз и навсегда. Вы должны определиться в отношении своего призвания. Вы должны прийти перед Господом и избавиться от страха, смущения и давления. Если бы я так когда-либо помолился, Бог мог послать меня в Китай. Если бы Он послал вас в Китай, значит, именно в Китае и находится ваша победа. Именно в Китае находится ваше счастье. Именно в Китае находится ваша радость. Именно в Китае находится ваша жизнь. Аминь. Господь как-то спросил одного человека, ты поедешь в Африку? Он ответил, о, нет, нет. Я не хочу ехать в Африку. И он встал и ушел. Все становилось хуже, хуже, хуже и хуже. И он опустился на колени и сказал, «О, Господь, прости меня, я хочу быть хотящим, я хочу быть послушным. Все, что бы я не делал, терпит крах. Я не знаю, Боже, помоги мне». Бог спросил, «Ты поедешь в Африку?» «О, нет, я не могу поехать в Африку, я для этого не гожусь, я не миссионер. Я не могу поехать в Африку, о, Боже, помоги мне, Боже, помоги мне». И так прошел еще год или два, точно уже не помню. Все продолжало становиться все хуже и хуже. «О, Боже, помоги мне, Боже, я хочу быть хотящим и послушным, Боже, помоги мне, Боже». И Господь спросил, «Ты поедешь в Африку?» Тот ответил, «Хорошо, я поеду в Африку». Господь сказал, «Я не говорил тебе ехать в Африку, я лишь спрашивал тебя, готов ли ты это сделать? Тот человек потратил годы, боясь того, что Бог пошлет его туда, куда он не хочет ехать. И когда он наконец сказал, «Я поеду куда угодно, я сделаю что угодно, ты знаешь, что лучшее, слава Богу». Страх я запрещаю тебе, смущение я запрещаю тебе, давление я запрещаю тебе, сатана я запрещаю тебе, и я принимаю тебя, Иисус, и я буду ходить в этом во имя Иисуса. Слава Богу. Не останавливайтесь на этом. Если вы на этом остановитесь, сатана снова подберется к вам, и вы устанете, и вернетесь обратно на его территорию. Погрузитесь в Слово Божье. Достаньте свои кассеты с проповедями. То есть начните изучать Слово Божье и оставайтесь в этом. Храните Слово Божье в своем разуме, в своих ушах, у себя перед глазами, в своем сердце, в своих устах, и стройте, стройте, и стройте, и ходите с Богом. Аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Послушайте, что написано в 9 главе книги Захарии. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». Дни духовной засухи закончились. Слава Богу. Сила Божья, Слово Божье, Слава Божья, изливается по всей земле. Аллилуйя. Вы много слышите о войне с терроризмом и обо всем остальном, и это лишь малая часть. Говорю вам, сатана терпит крах и очень серьезный крах. По всему миру происходят великие и удивительные вещи. И мы с вами, как партнеры в этом служении, вместе в этом участвуем. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. «Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Господь сказал нам верить Ему, сеять и ожидать в нашем служении удвоения во всех сферах нашей деятельности. Удвоение в финансовом плане, в помазании, в славе, в излиянии, в исцелениях, в чудесах, удвоение в телевизионном служении, во всех сферах нашего служения. И, слава Богу, это означает, что вы наши партнеры. Вы поддерживаете наше служение в финансовом плане. Вы поддерживаете его в своих молитвах и так далее. Поэтому вы тоже можете ожидать удвоения, слава Богу. Отец, мы принимаем удвоение. Мы прославляем тебя за него. И мы сеем в отношении его наше семя. Во имя Иисуса. Так что молитесь об этом. Если Господь ведет вас вложить пожертвования или финансовые семьи в эти передачи, тогда молитесь и без всякого страха сейте это семя. И сейте его, ожидая удвоения. Возьмите его в свою руку и скажите, «Отец, это мое семя на удвоение. Я верю, что миссия Кеннета Копланда получит удвоение, и я верю, что моя семья получает удвоение. Я верю, что мое здоровье становится в два раза лучше, чем оно было раньше. И так далее. Слава Богу. Вы можете посетить наш сайт. Вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования будут использованы в том регионе, в офис которого вы их отправляете. Слава Богу. Они не уйдут в Соединенные Штаты, они будут использованы в вашем регионе. Если вы больше хотите узнать о нашем служении, об Иисусе, о Слове Божьем, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Я так рад, что вы смогли быть с нами на этой неделе. Мы отлично провели время в Слове Божьем, не так ли? А пока я, Коннет Копланд, напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус Господь.